Приятного просмотра! Однажды жил маленький Нубик, и он очень хотел быть похожим на самого сильного качка. Это был его кумир, и он хотел изо всех сил стать хоть капельку похожим на него. Он начал свой путь качка с обычной палки, и несколько часов прокачивался с помощью неё. После этого он взял компьютерную мышку и услышал голос. «Не бери её! Возьми лучше сразу стул и прокачивайся им!» Он не обращал внимания на этот голос и подумал. «Наверное, мне послышалось!» Он начал прокачиваться и решил ещё два часа прокачаться, но только с мышкой. Прошло два часа, и он решил отдохнуть и сходить к турникам и штангам. Когда он туда подошёл, он увидел прозрачного качка и не понимал, кто это. Он спросил его. «Кто ты?» Он ответил. «Я призрак! Когда-то я был качком самым сильным, но меня сбила машина, и теперь я призрак!» Нубик очень испугался того, что увидел, но даже это не остановило его, и он продолжил прокачиваться. Через какое-то время он снова увидел этого призрака, но тот с ним не разговаривал. Нубику это не понравилось, и он начал кричать на него. «Что ты молчишь? Ответь мне!» И тут призрак ответил ему. «Прости меня!» Нубик спросил. «За что прости?» И призрак начал рассказывать ему историю. «Это был ты за рулём той машины, которая меня сбила. Я вышел на дорогу не по пешеходному переходу, а ты не справился с управлением и сбил меня, и умер вместе со мной». Нубик крикнул. «Что? Это не может быть! Я жив! Я не умер! Что ты такое говоришь?» Но осмотревшись, он видел только себя и этого призрака. Так он понял, что это правда. И к нему начала возвращаться память. Он начал вспоминать, что с ним произошло. Ту аварию. И то, что он был за рулём. Таким образом он понял, что он тоже призрак. И навсегда останется в этом месте прокачиваться с этим качком. Ребят, вот такая вот получилась грустненькая, можно сказать, даже история. Если вам она понравилась, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И если соберём 2500 лайков, то выйдет следующая история, ребята. Надеюсь, она вам понравилась. Всем удачи и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!